Так, что произошло? Вот, наконец-то Тарас показывает отличную стрельбу с USP, убивает он в голову своего оппонента. Так, ну и... Так, кто у нас? Два лидера у нас, они имеют по четыре фрага. Напомню, парни, за каждый фраг мы получаем по три очка, то есть смерть это смерть, она одна. Так, ну и смотрим, что у нас тут. CJ тем временем перехватывает, точнее захватывает лидирующую позицию, давайте посмотрим за ним. Я говорил, что это мой фаворит, буду болеть за него. Так, ну и смотрим. Есть великолепный минус в ногу, мы увидели от CJ, ну и вот сразу за ним следует отличный хедшот. Так, смотрим, что у нас по статистике, да. CJ у нас занимает первое место, 27... А, нет, они делят первое место, 27 очков, это 9 фрагов. Ну, как-то на самом деле не уверенно для дезматча. Статистика должна быть у хорошего стабильного игрока где-то 1 к 2. Бум, тут мы пока видим 11 фрагов, 9 смертей, то есть это чуть больше, чем 1 к 1, ну, такое, такое. Не уверенно пока, наверное, не разыгрались еще, но вот посмотрим, что будет дальше. У нас есть еще 7,5 минут для этого чума помрачительного зрелища. Посмотрим, вот смогут ли удивить нас парни. Так, ну и смотрим. Ел тем временем идет в отрыв. У него уже 48 очков. Достаточно неплохой показатель для второй минуты игры. Ну и... Да, это вот... Есть у нас тут авторитетное мнение эксперта, говорят, что это темная лошадка. Ну, насколько темная она, посмотрим. Да, вот. Есть у нас парень с ником Кучер, это явный какой-то плагиат, настоящий Кучер. Сейчас в Париже, правда, уже в качестве туриста проиграли они группу, не вышли из нее. Ну и теперь будут смотреть. Замечательный город Париж, но тем временем у нас идет заруба на 3D-монитор. В мониторах LG. Так, напомню, победитель получает у нас этот великолепный монитор. По идее, к нему в комплекте идут очки. Все это чудо может забрать только один. Как в горце, да, останется только один. Ну, был бы тут парень с ником Дункан Маклауд, я бы ставил на него. Пока у нас есть APCJ, это мой фаворит, но вот пока он идет на третьем месте. Так, у нас походу здесь тоже, напомню, кстати, это полуфинал, тут у нас выходит тоже 6 человек. Вроде бы 6. Может быть 5. Я не располагаю этой информацией, но 5 или 6, да, ну вот... Да, всего 9 игроков у нас сейчас. Опять мнение эксперта, эксперт говорит 5, но посмотрим, насколько это правдивая информация. Так, итак, мы можем выделить пока аутсайдеров. Это Ника, Микуа, Кет и Баом. Хотя, в принципе, все очень достаточно там плотно идет. Вот разрыв 5-го места и вот ниже стоящих людей, ну, достаточно невелик, поэтому есть шансы исправить ситуацию и попасть в финал. Так, ну и вот подходим мы к экватору нашего матча. Заканчивается пятая минута. Лидирует у нас ЕО, на втором месте идет ОПСи Джей, третий Тарас, четвертый Кучер, пятый Майк Юэй. Так, давайте посмотрим за девушкой. Вот, интересно, она стреляет, не хватило ей патронов, чтобы расправиться со своим оппонентом. Она исправляется великолепным хедшотом. Да, и убивает моего фаворита. Просто в голову, не щадя. Так. Так, ну вот Кет пока все складывается для нее не очень хорошо. Занимает она предпоследнее место. Но есть еще время. Я думаю, она хочет выиграть монитор, хочет попасть как минимум в финал и там побороться. Да, убивает она опять СиДжея. Вот СиДжея наконец-то мстит ей отличным хедшотом с ЭКМа. Так, ну и смотрим, давайте за Тарасом посмотрим. Не выбирали мы этого парня. Он у нас периодически занимает первое место. Вот у нас есть тройка, которая идет нога в ногу. У них у всех по 30 фрагов, это по 90 очей, ну приблизительно, да. И вот они периодически меняются местами. Перехватывают инициативу. Ну, давайте, ребята, жгите. Вот Тарас показывает нам отличную стрельбу, убивает сначала с ЭКМа, свечается на Дигл и убивает вторым патроном в голову своего оппонента. Отличная игра. Этот парень, наверное, настроен выиграть монитор. Так, ну смотрим. Еще вот в тройку фаворитов вписывается Кучер. Вау, СиДжей, Калюня, собирайся. Так, давайте за СиДжеем посмотрим, вот что он там о себе думает. Пора ему уже подбивать свою лидирующую позицию. Вот. Так, ну вот есть у нас явный аутсайдер, это Баум. К сожалению, ему очень не везет. Вот у него всего лишь, сейчас посчитаю, с математикой плохо. Это 18 фрагов вроде бы у него, да? А нет, 16. 29 смертей. Ну, статистика, конечно, печальная для дезматча, но это... Ну, ничего. В следующий раз повезет. Может, просто не твоя игра. Так, вот смотрим за СиДжеем, его убивает Тарас. Кстати, Тарас, вот смотрим, отлично стреляет. И вот он доказывает, что вот реально он является фаворитом number one на победу в нашем турнире. Да, вот приходит нам подтверждение информации, в финал попадают пятеро. Ну и вот смотрим, тут вот Ника, вот смотрите, Ника постепенно догоняет и хочет все-таки как-то, каким-то чудом он попасть в финал. Борется он с Кучером, у Кучера 108 очков, у Ника тем временем 105. Да, все очень плотно и вот все будет решаться на последних секундах. Так, напомню, у нас осталось минута 40 до конца. И это... Жара, ребята, так. Есть у нас уже, в принципе, три человека, которые гарантировали себе попадение в финал. Это Тарас ел по СиДжей. Ну и вот к ним приближается Кучер, у него 120 очей, у третьего места 123 очка. Ну и вот Ника и Майкл Иа идут просто нога в ногу, у них 114 очей. И разное количество смертей, кстати, это решает. Вот. Давайте вот посмотрим за теми парнями, которые действительно борются за попадение в финал. Вот. Один из них пытается он настрелять в яму хедшотов, это очень тяжело, но ничего у него не получается. Тем временем он все равно пока идет на пятом месте. Где-то еще позволяет ему попасть в финал. Так, остается 30 секунд до конца. Ника, ты, походу, расслабил булки, надо собраться и тащить. Да. Да, и СиДжей тоже что-то вот... СиДжей сейчас может, кстати, и вылететь. Разница всего лишь в два фрага. Это 6 очей, даже вот уже один. Но тут у нас вообще плотная заруба идет. Да, вот СиДжей опускается на шестое место и тем самым он пока не попадает в финал. Во, и заруба у нас вообще отличная. Мне нравится этот полуфинал. Тут у нас плотный состав участников, никто не хочет сдаваться. Все борются. Итак, да, вот у нас, по идее, закончилось время. И могу назвать 5 человек, которые прошли в финал. Это Ель, или Ел, Тарас, Нико, Майкл Ай и Кучер. Мой фаворит, к сожалению, не попадает в финал и остается без монитора как минимум. Это как минимум неожиданность. Да, это вот говорят неожиданность, но всякое бывает. Так, ну что же, ребята, ждем с вами второго полуфинала. Пока слушаем музыку.